здравствуйте дорогие зрители хочу показать вам как сделать самую что не есть обычную переноску для каких-то там бытовых нужд для этого нам понадобится собственно я сама розетка для переноски для удлинителя то есть вот такого вот плана может быть любого то есть может быть на 5 на 1 но на 1 как бы смысла делать нету потому как переноска она и на ту предназначена чтобы больше включить прибор 2 вилка для переноски вот у меня данном случае идет с заземлением вилка то есть три повода у меня как бы провода такие по 3 провода ну вот я не знаю что тут за розетка скорее всего она без заземления да ну то есть будем значит подключать без заземления у кого заземлением тут пусть подключает заземлением то есть у меня есть вот провод который я буду подключать данной розетки знаметр балл он тоже с переноски которая попала под это самое под колес автомобиля не раздавила вот остался провод провод в отличном состоянии здесь вилка есть как показатель как прикрутить вилку допустим кто не знает не умеет я покажу вот есть вилка сейчас на данной вилке я все покажу в принципе как бы это будет вторыми этапами ки сейчас мы займемся переноской потому как многие прошли я так понимаю посмотреть как подключить именно саму розетку так раскручиваем быстренькому там до щелчка есть раскрутили снимаем это все но я вот как бы здесь еще нужно открутить вот этот прижимной прижимную пластину это прижимная пластина самого повода дабы если где-то что-то рванется чтобы не вырвало это самое повод с контактом то есть вот у нас контакты для подключения плюс минус тут без разницы абсолютно берем контакты отпускаем чтобы туда завести провод так отпустили и так дальше берем наш провод в моем случае он зачищен вашем же если он не зачищен там берите либо с помощью ножа без разницы то есть как бы суть не важно нам важно его только зачистить как правило вот этот желто-зеленый это заземление в данном случае я его использовать не буду я вообще за изолирую плюс минус это вот эти два провода коричневый и синий любом любой проводки коричневый синий вот такой третий салатовый на заземление беру я кусочек изоленты изолирую данный провод заземление начало его сделать так вот изолирую чтобы он не путался где-то не коротнул то есть все он нам не нужен я его можно его конечно откусить ну может еще куда-то придется использовать этот пор так берем собственно говоря наши контакты зачищенные или предварительно или уже готовые зачищен зажимаем зажимаем хорошо плотненько чтобы вы хороший контакт вот она там все супер зажата вставляем минусовой также зажимаем его хорошенько и того готова но не как бы длинноватые но здесь есть место куда их спрятать поэтому я их обрезать не хочу буду как бы у меня возникает 2 история возникает есть вот тут вот такая вот поводе штука будет она в принципе не мешает а так ее прижать плотную да и прикрутить берем прижимную пластину прижимную пластину провода фиксации провода болтик то есть или соборез его крутим в обратную сторону до щелчка то есть как только мы услышали щелчок сразу же мы его закручиваем обратно то есть щелчок он для того чтобы не срывать резьбу там есть резьба как бы понятно что стоимость этой всей конструкции она не так высока может придется вам еще разбирать то есть пой против часовой до щелчка прижимаем есть щелчок и теперь у нас точно по резьбе закручивается вот закрутили хорошо зажимаем чтобы провод не дергался вот теперь берем нашу крышку вставляем у кого какая конструкция может быть вся розетка может раскручиваться то есть также против часовой до щелчка слышали щелчок раз загрутили накручиваем до упора чувством без это самое без фанатизма только почувствовали еще он у это сам также этот этот не хочет щелкать бывает такое одно он хорошо пошел чувствуется она под руками чувствуется так ну по сути как бы вот у нас и готова переноска то есть это она ни на что не влияет можно было отрезать провод конечно загнать его вовнутрь то есть не используя фиксатор который там прижимная пластина правого провода а вот это вот запустить сюда и она бы зажалась и также бы она фиксировала ну данном случае мы сделали так дальше меня как бы переноска уже готова ну мы подозреваем подразумеваем что у вас и вилка не прикручена она вот в таком виде берем вот вилку также раскручиваем то раскрутили разбираем здесь вот такая вот вещь под провод итак берем наш провод нам нужно замерить на какую длину зачищать его здесь так смотрим вот у нас провод заземление который нам нужно на этот вот верхний болт не идет шина заземления пока вот розетки не розетки а вилки так мы это заходим на сантиметр так как нам нужно будет зачистить для того чтобы прокрутить болтиком здесь она фиксируется то есть чистить я так понимаю нужно нужно как бы вот с этого места вот до этого места нужно зачистить по идее раз будем пробовать защищать каким образом можно как бы аккуратненько вот так его вот разметить сначала очень аккуратно чтобы не перерезать жилы вот таким вот легкими движениями по кругу по чуть-чуть подпиливаем легонечко пытаемся снять да вот снимается у нас изоляция уже начинает сниматься вот таким образом мы ее снимаем живы не порезаны то есть получилось так как надо дальше берем и зачищаем концы проводов где-то по сантиметру чтобы можно было обкрутить кругом болтика и зафиксировать вот таким вот образом можно вот такой вот приблуда чистить это приблуда у меня с этим с обжимкой интернет кабелей то есть есть специальные щипцы ну я думаю что те кто меня смотрит это разовая акция думаю что нужно приобретать для этого какие-то щипцы ножичком вот так по кругу сделали постимали изоляцию в принципе все дальше что нам нужно опять пример так ну в принципе все хорошо получается не забываем убивать вот эту вот штуку так называемый фиксатор это он разрезной принципе его можно потом одеть как бы сразу него вот отделе нормально берем наши болтики которые на контактах и на эти вот болтики делаем вот так раз разъединяем провод на двое приблизительно разделяем его и делаем следующие вот вещи вот так таким вот образом можно руками загрузить есть плоскогубцы делаем это плоскогубцами будет удобнее также синий провод так называемый минусовый контакт вот таким вот образом немножко скручиваем и зажимаем наш болтик скогубцы все в эти контакты готовы немножко у нас здесь торчит но это мы потом уберем дабы она нигде не коротнула то есть как она вот у нас получилось удобнее всего туда мы синий поставим сюда черный коричневый так называемый и заземление сейчас сразу сразу выкручиваем болтик заземления проделываем с ним все те же манипуляции не нужен разделяем жилки приблизительно одинаково в данном случае мне не нужен не нужно заземление ну так как там может кто-то из вас будет делать это для ванной удлинитель понадобится возможно то есть можно вот сделать еще вот так один виток сюда вот хороший болтик не упал так и нажимаем так же немножко поджимаем вот теперь наша задача эти болтики закрутить на свои места примерно когда закручиваете болтики также стараемся можно можно сразу вот видите я как бы знаю что она нормально все пойдет я его зажимаю то есть уже вижу что заземлением с проводом заземления будут проблемы то есть ну как бы неудачная какая-то конструкция одной розетки же я вижу что она немного не так как должно быть вот она как бы стоит практически все остается хорошо а вот здесь проблема хорошо можно его чуть-чуть завернуть сейчас будет возможно все понимают вот здесь как бы будет заходить вот этот вот контакт ну не контакт а пятка сцепление сюда он будет заходить поэтому нужно его как-то в сторону отвести чтобы она шла через верх а для того чтобы она шла через верх нам нужно его повернуть вот таким вот образом но в принципе эти конструкции могут быть самые разнообразные в вилках так что вы смотрите уже по своей конструкции могут быть просто зажимы и зажим просто берешь провод зачищенный там бель миллиметров 5 буквально скрутирую ставил туда и все никаких проблем нету так вот таким вот образом у нас оно должно быть это плюсовой сюда конечно она увидите все норовит разбежаться но такое вроде кажется белочек сделать удлинитель ну вот сколько это занимает времени так вот у нас маленький щелчок бултик пошел правильно по резьбе нажимаем так этот кусочек прячем туда где-то чтобы она не торчала остался один провод синий все так же стараемся так вот у меня хорошо оно пошло я чувствую что идет по резьбе нажимаем так прячем эти кусочки довольно таки острые делаем это отверткой все контакт поджимаем все должно быть нормально берем наш кожух вилки вставляем по направляющим вот оно все хорошо стало так как все удачненько получилось нам сделать этот сюда этот сюда измерим и нормально все она встает без напряга дальше вилка вот это вот сторона у нас фиксатор он фиксирует повод от вырывания то есть вот у нас круглая сторона идет туда а квадратная прямоугольная вот это в эту сторону аккуратненько его туда вставляем чтобы все хорошо стало на свои места здесь у нас вот оно все зашло хорошо в принципе можно скручивать вот немножко толстоватый для этой вилки сюда где-то надо два с половиной троечку максимум берем наш винтик я как всегда вот до щелчка против часовой и потом за часовой я закручиваю ну как я и говорю немножечко или вилка сама такая есть конструкция и знаю тут можно изолентой было бы до чуть толстоватый провод от видите не сходится вот бы данный провод сюда бы очень хорошо бы зашел отращение вот такое то есть как бы тут пример показать пример что она вот она все хорошо стало все у нас хорошо работает так как на данной розетке нет выхода под заземляние этот я сделал для комнаты то есть удлинитель такой у меня есть сетевые фильтра и кстати два они лежат там у них все по включено там станция паяльная компьютер блок питания то есть ну как бы все она на своих местах и вот мне сейчас понадобилась еще вот такая такой вот удлинитель то есть я его сделал вместе с вами смотрите на заметку кто посмотрел кому понравилось подписывайтесь на канал ставьте лайки комментируйте буду отвечать спасибо за просмотр удачи господа до свидания